Шалом! Приветствую всех вас из города Орла. Сегодня 18 февраля 2014 года. И вот я проездом в городе Орле. Здесь начиналось мое служение в 88 году. Уже 26 лет тому назад, чуть больше 26 лет тому назад, началось мое полное служение, или как на полное время служение, или постоянное служение в православной церкви. Это была не обновленческая, не реформаторская церковь. Это была самая традиционная православная церковь Московского приорхата. Тогда другой альтернативы и не было. Были, конечно же, нерегистрированные катакомбники православной катакомбной церкви. Но она была не на виду, и я не знал о такой церкви. Все, что я знал о православии и христианстве, это было православие, Московский приорхат. И здесь, в Орле, в селе Лепешкино, непосредственно от тогдашней Орловско-Брянской епархии, я начинал свое служение в 88 году у отца Иоанна Квитовича, он меня благоставлял, и я был чтецом, и это было прекрасно. Знаете ли, то, что я делал такие шаги именно в вере, слава Богу. И знаете, друзья, конечно, всякое было в то время, и я научился многому, и не только хорошему, но и, к сожалению, плохому, тоже много грехов набрал, к сожалению, тоже. Я научился молиться и к Богородице, и к прочим святым умершим, и прочее, совершать идолопоклонство, но, знаете, Орел связан для меня даже в большей степени все-таки именно с начала моего служения и именно посвящения Богу, слава Богу. Здесь было до того, как я стал православным служителем в 88 году, еще раньше, в 13 лет неполных, именно здесь, в Орле, произошла моя первая встреча с Господом, мой энкаутер, мое столкновение с Господом Христом, это было прекрасно, мое обращение, первые строки Библии, первый раз читал Библию именно здесь, в Орле, и мое христианство, оно связано с этим городом. И, знаете ли, вот трогательно, да, сзади меня, видите, вокзал города Орла, значит, железнодорожный вокзал, я сейчас уезжаю уже, и, знаете, вот раннее утро, наверное, горочи прилетели, не знаю, ну, хотя февраль месяц, но, в общем-то, все весной пахнет, тает, и, значит, хотя снежок выпал ночью, но, значит, и днем вчера, но все тает. И вот, значит, и сзади статуя такая, памятник, или как называть это, не знаю, орла, изображение орла большое, уже, как бы, уже это напоминает о том, что это город Орел. И прошу ваших молитв об этом городе, вот напротив меня буквально дом культуры, где проходили богослужения Песятнической церкви, а сзади построено здание уже храма христиан Веры Ивангельской Песятников. И здесь разные церкви, разные храмы, разные молитвы на дома, костел, но самое главное, пусть имя Иисуса Христа в Орле будет прославлено. Молитесь за этот город, за пробуждение в этом городе, много служителей в этом городе, христиан, евангельских, верующих, библейских, мыслящих, это прекрасно. Хочется, чтобы было их больше и больше, и чтобы здесь, вот в Орле, сейчас, знаете ли, на этой площади мало людей, еще раннее утро, еще, я говорю, еще в 7 часов утра, сколько там по времени, по местному, но знаете ли, Господь да благоставит еще больше делателей жатвы, делатели жатвы пусть вышли делателей на жатву свою, господин жатвы вышли делатели на жатву свою. И с молитвой во Христе Иисусе о городе Орле я ныне и вот призываю всех молиться с приветом таким христианским из города Орла Сергей Журавлев, архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя. С Богом, друзья мои, пусть Бог благоставит всех вас, шалом, мир вам, слава Богу. Да, и молитесь за поездку мою, потому что я вот еду в Харьков, в Харьков будет служение, с Богом, шалом. Субтитры подогнал «Симон»